Смена Что мы делали, Тимфей Николаевич? Так, так вот, я к нему не прикоснулся, ты привез тележку с землей, ты выкопал саженец из питомника, у тебя такая память, ты почти все забываешь Дальше, ты посадил, сделал сильную обрезку, посадил в центр холма, сделал сильную обрезку и полил Все это есть в фотографиях и есть отдельный фильм Теперь, значит, что мы теперь ждем? В прошлом году, первое зацело, черный абрикос, помнил? Помнил? Виселый единственный плод, он висел, висел, висел Мы ждали, когда он созреет, он куда-то делся А теперь снова ждем, ну, согласись, что цветение прекрасное, саженец абсолютно здоровый Никаких этих самых, нету, я считаю, ошибочных, искусственных штампов, когда все это снизу отрезают Все, к нему прикасаться не обязательно А теперь давай, для чего мы здесь Итак, следующий этап твоего квалификации Что ты сейчас взял и, ну-ка, вспоминай, где-то пленочку снял А не тут О, память Где-то А, здесь Все правильно Итак, перед нами груша И мы проиваем новый сорт груш Так Какой? Ну-ка А, так На скороспелку Мичурина мы привили Груша маслянистая, во Теперь так Что мы сделали? Подготовили съемки Мы просто, ты взял, отвязал Эту самую веревочку Снимай Что мы имеем? Мы имеем зеленые почки Как показать-то, что она точно зеленая Вот Вот отсюда То есть почки проснулись Теперь Какой период мы это делаем? Привал я давненько Недели три-четыре назад Это было начало Апреля Стояли теплые, обманчивые денечки Что было 25 апреля? Что? Мороз минус 9 Почему мы не боялись За эти, смотрите Вот Он, видишь, просыпается Ну, сними еще одну Вот Почему мы не боялись? Да вот Из-за этих Из-за этой Самой Из-за этих Чехолчика Давай, погоди Потяни вот так Осторожно Ага Осторожно А то почки отломаешь Вот так Пошла То есть С грушами Мы разобрались Груши Нормально идут Конечно Немножко отстали Вот Цветение Груши Под названием Скороспилка Митюрина Вон та бирка А ну-ка Что на этой бирке? Неинтересно разве? Груша Маслянистая То есть Здесь две прививки Нового сорта Для нас Идем дальше А вот это Мы делали Двоем С Сергеем Я вначале Одну Привил И закрыл Политерной пленкой Он закрывать не стал И привил На две недели позже Снимай Вот это Под пленкой Моя прививка Аккуратно Там Эти почки зеленые Вот Пошло Что мы сюда привили Мы сюда привили Персик Мичуринский Нет не так Слева Персиковая Мичурина Вот правильно Видишь написано П Мичурина Теперь так Вот она пошла Согласен А через две недели Привал Сергей Вот его Живая Смотри внимательно Живая А те две еще спят То есть Из тех трех Его Получается Одна уже Проснулась Две спят Но Почему Они отстали Почему Из-за того Что пленкой Не были закрыты И теперь еще Вот это вот Уже На этом этапе Надо делать Вот это называется Не обрезка А можно назвать Обрезкой Такая Как сказать Формирующая Видишь Это подвойные Я их убрал Чтобы не мешали Расти Вот этим Вот Все Посмотрели Так Идем Дальше Ну давай Еще абрикосовый Найдем Так Со сливами Разобрались Сегодня у нас Давай вспомним Завтра Пасха Сегодня четвертая Правильно Ну-ка Снимай давай Смотреть будем Это Подвойный Абрикос Найдем Раз Два Пошел Смотри сюда Пошел Здрасте А ты откуда Тут селся Что-то Рогашки Ставлю Да А я не знал Ну хорошо Тебя забрать Отсюда Ну мы хотели В три Ну посмотрим Так И вообще Некогда На в лесу Точить Потому что Он сказал Может быть Приехать Клиенты А Клиенты Да они мне Тоже Нужны Звони Если что Чтобы я Книги Подготовил На продажу Так Обе Прижились Вот одна Вот вторая А что у нас Ребята В золозах А это Персиковая Мичурина А почему Уже номер два А потому что Я теперь гадаю А которая Персиковая Мичурина А которая Не персиковая Мичурина Обе доведут До плодоношения Два дерева Шикарнейшие Сливы Но разные Потом сравню Со справочников Надо довести До плодоношения Номер два Номер один Уже Слава богу Сам знаешь У нас мелочи Не бывает Так Ну что Идем дальше Наверное Что мы сделаем Пока Наверное Хватит Так Ты снимаешь Все пленки Почему Сегодняшнего дня Обещали Жару Двадцать И за двадцать Поэтому Твоя работа Первая Снять все пленки А я еще Немножко Пройдусь По саду Посмотрю Что у нас Делается Так Ну ты понял Да Вот одну Снял И в нее Складываешь Остальные Все Пилите Шура Гири Золотые Как сказал Незабвенный Паниковский Вот Абрикос Мичуринский Конечно В этом году Нельзя сказать Что он Буйно Цветет Но это И значит Цветов Будет И плодов Мало Цветет Неравномерно Первые Зацвели Уже Аж До Заморозка Вот Так Посмотрели Вот Надо Чтобы Какая-то Польза Была От наших Этих От наших Этих Походов Съемок Вот Чем Хороши Груши Вон там Выставочная Вон она Сейчас скажу Метр Два Три Четыре Пять Шесть Метр Двенадцать Она почти Не уступает Манжурскому Ореху И Меня Всегда Это Удивляло Это Я считаю Это разговор Учем Серьезный Разговор Вы видите Манжурский Орех Так сложилось Что он рос 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 А потом Начал Клониться В эту Сторон И Причем В сторону Нарядная Фимова И В сторону Сварога И Несмотря На это Что у них Сомкнулись Кроны Вот смотрите Даже Переплились До самой Верхушки Плодоносит Нарядная Фимова Столько Плодов Дает Мы ни разу Не смогли Все собрать Ни разу А вон Сварог Вот Мне Пытался Это самое Как сказать Как Зафиксировать Это урожай Вот соберу 20 ведер Сварога Один раз Шушенцам Продал По 200 рублей Ведро Это давно было И вот Когда они Собрали 20 ведер На дереве Такое Печатание Что еще И не собирали Столько Ж было Вот Такие У меня Как бы Расплывчатые Рекорды И Нарядная Фимова Практически Этому Не уступает Вот Она Но Это дерево Скоро Сказать Она Это Значит Ничего Не сказать Сварог Он Даже Немножко Моложе Он крепкий Видите На нем Еще нет Следового Видания Она Нарядная Фимова Есть Использовалась 30 лет И больше Вот Теперь Естественно Я не подходил Ни с какими Шпателями И прочими Этими Режущими Инструментом Но Это ее Возраст Уже Такой Смотрите На эти Пенечки Ну Отсыхали Раньше Я их не отрезал Отсохли С этого Дерева Не брали Черенки Ни разу Посмотрите Какой Прекрасный Черенок Можно было Взять И Перепривить Видели Но Чего дед Того Нет И так Полюбовались Что мы Видим Мы Видим Тихий Ужас Вот Тихий Ужас Дерево Скоро Прекратит Своё Существование Наверное Еще Два Три Года Ну Медленно Будет Прекращать Пример Я не был бы Объективен Если бы Не показал Еще раз Потому что Я ждал Когда Зацветет Вот Сейчас Увидим Сейчас Увидим Ну Проходим Мимо Амура Он Позже Всех Зацветает А Тогда А там Дальше Там Прямо Иди Туда Туда Нет Туда Туда По дорожке Там Еще Несколько Увидишь Вот Смотрим Сюда Все Таки Как раз Фильм Учебный Значит Будем Смотреть Вот Это Вот Тот Самый Который Я Сгоряча Чуть Не Забраковал Сергей Железов Против Спиливать Его Вот Цветет Давайте Посмотрим Вот Итак Все Верхушечные Ветки Все В цвету Вот Туда Можно Увидеть Если Смотреть Через Зелень Такого Неба Видно Плохо Давайте Отсюда Посмотрим Почему Я так Говорю Конечно Его Лучшие Годы Позади Фактически Старик В прошлом Году Юбилей Отмен Учитывая Что Его Супруг Жил Здоров Вот Это Амур Еще Один Этот Дальше Амур Амур Подальше А вот Этот Совсем Рядом Он Уступает По объему В три Раза Но С него Уже Было Собрано Однажды Пятнадцать Ветер Это Я Фиксировал Собирали Соседи Фиксировал Я Он Снова Светет Уже Больше Видите Страшную Рану После Этого Мной Был Сосед Обрубан И Больше Не пытался Ничего Делать Зачем Он Ту Отрезал А мешало Тем Не Менее В тот Год Дерево Дало Пятнадцать Ведер А На Моем Это Было Лет Пять Назад Висело Их Три Четыре Раза Больше Визуально Другое Дело Что Никто Не Собирался Приехать Ко Мне Зафиксировать Российский Рекорд Не Знаю Мировой Не Мировой Но Российский Точно Вот И Наконец Еще Раз Кто То Смотрите Сюда После Сбора Сорока Ведер Вы Видите Вот Это Вот В Какой То Момент Последние Несколько Ведер Собирать Уже Не Смогли Физически Не Смогли А Сколько Упало На Территорию Соседа Туда Мы Даже Не Совались Итого Теоретически Здесь Пятьдесят Ведер Было И Так Таких Годов Было Не Меньше Трех Из Сорока Остальные Скромно Двадцать Ведер Тридц Ведер Вот Бывало И Три Ведра Чтобы Полностью Такого Не Было Чтобы Вообще Не Давал Урожай Вот А так От Двух Трех Ведер До Где-то Пятидеся Вот Видите Сколько Осталось Сколько Мы Не Собрали Вот Чем Закончился Этот разговор Может быть Показать Эту штуку Дело в том Что Это плохо Учеба Ненадежная Вот Видите Второй год Первый Летом Прошло Года Я Эту Штуку Сделал Чтобы Отпугивать Птиц Почему Ну Где Удобно Было Прицепил На Черешню Ну Черешня Что Я Скажу Черешня Свела Плодоносила Вот Практически Все Доставалось Птицам Вот До сих пор Не знаю Зачем Самый Главный Специалист России Из Брянского Института Фамилию Не буду Назвать Требует Делать Вот Такие Вот Вот Такие Ярусы Метровые У нее Так Метровые А Попробуй Пойти Достать Все Птиц Сожрали А Вот Эта Вот Штука Я Она Уже Доживает Сто Век Но Она Так И Не Снимал Так Она Год И Прокрутилась Почти Год А Вторая Что Она Должна Была Защитить Вот Это Шелковицу Вот И Я Все Таки Хоть Немножко Но Шелковицу Поел Вот Ну Сколько Было Столько Съел И Все Равно Птицам Почти Все Досталось Ну Скажем Десять Одному Десять Птиц А мне Одну Вот Это Горькая Правда В наших Местах Черешни И Шелковицу И Сюда Ведет Птицы Ну Наверное Мы На этом И Закончим А Еще Знаете Что Мне Засвело Это Два Моих Я Называю Супер Манджурцы Вот Один Смотрите Если Не Будет Трис Незамор Скорее Жду Урожай Хороший Урожай Жду Вот Видите Все Цветов Один Он Непривитый И Второй Он Непривитый Вот Он Уже Брал Веточки На Прививку Вам Продать Супер Специалистам Но Таких Не Оказалось То Есть Ни Одна Веточка Продана Не До Самых Верхушек Видели Цветет Да Но Не Умирает Но Уже Преклонный Возраст А Это Молодежь После Того Когда Погибла Прививка Видите Вот Прививка Мертвая Каким То Гены Культурного Сюда Попали И Результат Хотя Оно Из Косточки А Плоды 40 40 Грамм Ну Фотографию Показывал Я Уже Два Года Этим Хвастаюсь Другое Дело Что Реакция Нуль Вот Видно Мои Такие Что Это Инфицирование Это Новый Термин Что Наука Это Не Только Когда От Подвоя Вот Как Здесь Видите Подвой У Манджурский Абрикос Вон Видите От Подвоя Пошла Ветка Абрикос Я Ничего Не путаю Внимание Абрикос Абрикос Еще И зацвел Видели А Прививка Вот Она Вот Это Называется Слива Венгерка С названием Грация Из породы Венгеры Грация Вот Она И Тогда Получается Что Я Пытаюсь Добиться Того В дальнейшем На манджурске Абрикосы Слива Будет Поливаться Еще Лучше Вот А Почему Я не отрезал Не отпилил В младенчестве Подвоенную ветку Манджурского Абрикоса А из принципа Или как Гаврикен Из принципа Из принципа Вот Я посмотрю Что будет меняться Нам надо Добиться Того Я вам сейчас Скажу Одну вещь Чтоб Вы меня Поняли До конца Это Большинство Может быть Пропустить Мимо ушей А специалисты Не должны Пропускать Мимо ушей Или Будущие Специалисты Просто Начитанная Романтика Пропускаю Пропускаем Пропуск temple Пропустим